МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Колбасы и деликатесы из мяса птицы. Ясная горка. Ясно, что вкусно". Добрый вечер. О событиях уходящего четверга вам расскажут корреспонденты телевизионной службы новостей. И я, Андрей Сидорчуков. Смотрите в нашем выпуске. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Осторожно орудует педофил. В микрорайоне Садовый неизвестный надругался над 7-летней девочкой. Прогнозы станут точнее. В Пермском университете обещают предупреждать коммунальщиков за 36 часов о том, что, где и сколько выпадет. Светай, мой шар на небо синее. Сыграли на высоте. Кунгурская рок-группа выступила в тысячи метров от земли, находясь в корзине воздушного шара. В Перми разыскивают педофила, орудующего в микрорайоне Садовый. Неизвестный надругался над 7-летней школьницей накануне в районе дома Паюша-42А. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Правоохранители устанавливают личность злоумышленника. Предполагаемого преступника запечатлела камера видеонаблюдения. Это молодой мужчина в куртке защитного цвета с белым подкладом на капюшоне. В соцсетях паника. Люди призывают не отпускать детей гулять одних. И говорят, что в этот же день неизвестный совершил еще одно нападение на другую малолетнюю девочку. Но насильника якобы спугнули, и он не успел осуществить задуманное. Впрочем, следователи пока считают, что эти случаи не связаны между собой. Преступника разыскиваем. Действительно, было еще одно происшествие в отношении девочки в районе дома Новуинской 5. По данному ЧП дело возбуждено не было, так как не усмотрели состава преступления. Связи между происшествиями Новуинской и Юрши мы не усматриваем, хоть это и было в одно время. Начали новый цикл. Законодательное собрание Пермского края третьего созыва собралось на первое пленарное заседание. Оно носило в большей степени организационный характер. Депутаты выбирали председателя и представителя в Совете Федерации. За процессом следил Олег Романов. Сегодня мне доверено открыть первое заседание Законодательного собрания Пермского края третьего созыва. Законодательное собрание правомощи начать свою работу. В решении первого заседания Законодательного собрания Пермского края третьего созыва объявить открытым. Первое заседание открыл старейший депутат. В нынешнем составе законодательного собрания таковым является Валерий Трапезников. Ему в этом году исполнилось 69 лет. Далее перешли к выдвижению кандидатур на пост председателя. Каждая из четырех партий представила по одной персоне. Это Валерий Сухих от Единой России, Владимир Камоедов от КПРФ. Справедливой росой предложили Илью Шулькина, а либерал-демократа Игоря Орлова. Кроме того, свою кандидатуру выдвинула Татьяна Шестакова, избравшаяся по одномандатному округу. Голосование было тайным. О результатах тайного голосования по выборам председателя законодательного собрания Пермского края. За кандидатуру Сухих Валерия Александровича 39 человек. По результатам тайного голосования председателем законодательного собрания избран Сухих Валерий Александрович. Сделаю все, чтобы оправдать ваше высокое доверие. Валерий Сухих принял поздравления коллег, а после приступил к исполнению возложенных на него обязанностей. Президиум единогласно поддержал Валерий Александровича конференция. Мы сделали альтернативу, значит, большинством голосов 102 против 24, Валерий Александрович выиграл. Поэтому я сегодня озвучил решение и добавил от себя, что человек, который 5 лет стабилизировал, непростой созыв второй. И сегодня я считаю, что у нас тоже непростой. Поэтому нужна стабильность, чтобы мы все наши усилия объединяли там вместе с остальными партиями, вместе с остальными коллегами. Я думаю, что это придаст больше порядку и больше позитива и больше хороших результатов. Следующим вопросом на повестке дня стояли выборы представителя законодательного собрания Пермского края в Верхней Палате Российского Парламента, Совете Федерации. Депутатам предложили только одну кандидатуру Алексея Пушкова. За него проголосовало подавляющее большинство. Олег Романов, Степан Пепеляев, Телевизионная служба новостей. Две недели без газа. Напомним, в одном из выпусков ТСН мы уже рассказывали о неразберихе, возникшей из-за внезапной пропажи голубого топлива в нескольких домах Кировского района. Для управляющей компании, обслуживающей эти многоэтажки, отключение газа также стало неожиданностью. Кто и когда вернёт жильцам коммунальное благо, выясняла Евгения Караксина. Уже две недели жильцы 13-го дома по улице Адмирала Ушакова живут без газа. Голубое топливо исчезло внезапно. Объявление о том, что в доме прекращено газоснабжение, повесили только на следующий день. Вместе с тем пропала и горячая вода, ведь в каждой квартире установлены газовые водонагреватели. Вот так обходимся. У меня 6 человек, семья. Готовим на электрической плите. Аналогичная ситуация в 9-м и 11-м домах по улице Федосеева. И до сих пор жители находятся в полном неведении, когда же появится коммунальное благо. Они приходили к нам в августе. В августе были сделаны людям замечания. Но они у многих устранили уже, многие. Но они это не взяли в толк-то. Они просто взяли и вырезали эти трубы. Очень много грудных детей. Вот в угловом подъезде первый этаж, второй этаж. Стариков много, инвалидов. О том, что в домах прекратилась подача газа и в управляющей компании комфорт-сервис узнали не сразу. Однако в ресурсоснабжающей организации «Регионгазсервис» уверяли, что получили информацию о проблемах с вентиляцией именно от коммунальщиков. Те заявили, что ничего подобного газовикам не сообщали. Впрочем, компания обслуживает эти дома относительно недавно. Ее предшественник УК «Комфорт». А там пояснили, бумага о проверке технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов действительно имеется, однако носит исключительно рекомендательный характер. Откуда она появилась у газовиков – вопрос открытый. Мы даже по этому поводу задавали вопросы представителям регионального сервиса в администрации районного совещания. Они нам не смогли пояснить, откуда происхождение этой бумаги. Пока идут эти разбирательства, жильцы так и сидят без газа. Для того, чтобы вернуть ресурс, необходимо теперь провести обследование всех квартир. В управляющей компании «Комфорт-сервис» пообещали до конца недели закончить эту работу. 70% уже все сделано. Остальные 30% – это есть трудности попадания в квартиры. То есть квартиросъемщики не предоставляют доступ по каким-либо причинам. Сегодня и завтра по Ушкову 13 конкретно будут доделаны. То есть там остается во втором подъезде две квартиры с неустраненными дефектами. То есть первый, третий, четвертый подъезд, они уже 100% готовы к запуску. А дальше дело за компанией «Регион-газ-сервис», где, по словам коммунальщиков, пообещали вернуть газ в трубу в выходные. Евгения Караксина, Иван Худяков, Телевизионная служба новостей. Пришло время отделить зерна от плевел, вернее, семечки от шелухи. В суде Арджоникидзевского района началось рассмотрение дела в отношении работника одного из пермских такси. Он учинил в апреле этого года расправу на дороге. Причиной для серьезного конфликта послужило не что иное, как шелуха от семечек, вылетевшая из окна едущего впереди автомобиля. Репортаж Елены Яговцевой. У него просто кровавое месиво. Губа сразу вывернулась, как цветочек, как розочка, я не знаю. И просто ручьем потекла, как из зорокровь. Все в крови, вся одежда, все лицо. Я вижу, что у него нету зубов, что виднеется белая десна. Эти кадры сняты спустя сутки после дорожных разборок. Сергей Куканов ехал на пассажирском сидении. Машину вела жена. Мужчина выбросил в открытое окно шелуху от семечек, которое попало на лобовое стекло, идущего следом автомобиля. Хозяин которого оскорбился и пустился в погоню. Догнал, остановил и выстрелил в упор без травматического пистолета ОСА. Но выстрелом дело не ограничилось. В последующей потасовке пострадали оба супруга. Остановить безобразие помогли водители проезжавших автомобилей. Нападавшим оказался работник одной из пермских служб такси. Мужчине предъявлено обвинение по статьям по бою нанесения вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений. Уголовное дело длилось очень долго, в течение четырех с половиной месяцев. Только сейчас мы дошли до суда. На линию защиты он выставляет следующим образом, что он невиновен, что это было самообороной, якобы мы на него сами напали. Что называется, поел семечек. Теперь Сергею Куканову требуется длительное и дорогостоящее лечение челюсти, протезирование зубов. Он заявил в рамках уголовного дела иск на сумму около 800 тысяч рублей. Сюда входит стоимость уже полученных медицинских процедур, плюс последующие стоматологические и косметические операции. Но главное, говорит потерпевший, это моральный ущерб. Приходишь к работодателю, он на тебя смотрит и принимает тебя за алкаша. И друзья, половина друзей со мной стараются меньше общаться. Так как мне тоже неудобно то, что у меня иной раз изо рта, и то, что нет зубов, падают пищи, и слюни вылетают. Под судимый, к слову, бывший сотрудник органов внутренних дел, признал свою вину лишь частично. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Следующее судебное заседание назначено на 4 октября. Елена Иговцева, Александр Худяков, телевизионная служба Настей. Бананово-лимонный город Льва. Сингапур, его культура и экономика стали темами городского форума «Перем-Восток». Он проводится в Перми в четвертый раз. Каждый год в центре внимания экспертов разные азиатские государства, с которыми налаживается сотрудничество. Сингапур исторически связан с нашим городом. Как узнала наша съемочная группа. Гимн Сингапура на малайском языке, учащийся Пермской гимназии номер два, задали тон городскому форуму «Перем-Восток». В этом году его посвятили одному из самых экономически успешных государств. В Сингапуре можно зарегистрировать фирму и начать работу в течение одного дня. При этом в стране суровые законы, действует смертная казнь. Но уровень преступности и коррупции – один из самых низких в мире. Сингапур – рай для бизнеса, утверждает гость форума предприниматель Бенджамин Дюпаль. Я приветствую из Сингапура участников Пермского форума. В прошлом Пермь была прочно связана со странами Азии благодаря купеческим династиям. Мои предки – одна из пермских семей, которая в XIX веке открывала торговые пути в азиатские страны. Бенджамин Дюпаль – потомок пермских купцов-гребушиных, которые 160 лет назад основали крупное предприятие по торговле чаем. В Перми гребушинский особняк – до сих пор местная достопримечательность. После революции некоторые представители династии перебрались во Францию. Бенджамин Дюпаль – гребушин в четвертом поколении, родился в Париже, но уже 10 лет работает в Сингапуре. Там его и нашла журналист и режиссер из Перми Варвара Кальпиди. Несколько лет назад она снимала документальный фильм о потомках купцов-гребушиных. И благодаря, наверное, нашему взаимодействию в Сингапуре, в конце концов, была открыта фирма, которая называется сейчас Гребушин Хаус. Это его личная инициатива. Меня он попросил представителям интересов этой фирмы в России и Перми. В сфере интересов этой компании находится чайный и кофейный бизнес, а также, естественно, возрождение исторической памяти и развитие культурных связей между Перми и Сингапуром. Собственно, в этом и состоят основные задачи форума Перм-Восток – наладить взаимодействие между странами в культуре, бизнесе и других сферах. Идею проведения форума поддержали в Пермской городской думе, выделив грант в рамках конкурса социально значимых проектов «Город – это мы». Форум с ярко выраженной международной повесткой впервые появился в календаре города Перми практически 4 года назад. Такое начинание, подчеркну, общественное начинание. Мы не могли не поддержать, и, собственно говоря, что и делаем каждый год. Юлия Зыкова, Иван Худиков, телевизионная служба новостей. Предсказывать неблагоприятные погодные явления станут точней. Ученые географического факультета классического университета разрабатывают новую методику прогнозирования сильных осадков, снегопадов и переохлажденных дождей на территории региона. Отныне за 36 часов до их наступления специалисты смогут дать коммунальным предприятиям и спасателям детальную информацию, утверждают в университете. То есть конкретно скажут, где, чего и сколько выпадет. Это позволит заметно снизить риски, к примеру, в так называемые дни жестянщика. Основная проблема существующих прогнозов опасных явлений погоды – это их неопределенность, которая выражается в таких формулировках, как «местами» или «в отдельных районах». Они возникают потому, что российские метеорологи используют традиционный синоптический метод. Суперкомпьютер Пермского университета позволяет получить более детальный прогноз с указанием места и времени сильных осадков. Смогут ли ответственные службы должным образом использовать информацию и подготовиться к метелям и гололеду? Ответ на этот вопрос будет получен уже скоро – холода не за горами. В прошлом году, напомним, первый мощный снегопад случился уже 7 октября и, несмотря на предупреждения синоптиков, стал откровением для коммунальщиков. За день выпала почти треть месячной нормы осадков, а в городе случился настоящий транспортный коллапс. Сыграли на высоте. В буквальном смысле необычный концерт состоялся в Кунгури, столице воздухоплавания Пермского края. Там местные музыканты выступили в тысячи метров от земли, находясь в корзине воздушного шара. Подобного фриками еще никто не совершал. Можно держаться за баллоны и, конечно, держать свой инструмент. Экстремальный сет отыграли рок-музыканты группы 1663, названные так в честь года образования Кунгура 1663-го. Ребята взяли в руки гитары и исполнили свои песни прямо над родным городом на высоте около тысячи метров. В корзине воздушного шара была размещена и малая ударная установка. Полет проходил в сложных условиях. Пилоту приходилось выключать на несколько минут горелку, поскольку звук от нее заглушил бы исполнение артистов. У меня нет страха заходился. От страха. Экипаж сначала поднимался повыше, выключал горелку, а затем во время спуска музыканты исполняли песни. Непосредственными зрителями и слушателями небесного шоу стали мотопланиристы, которые несколько раз облетали вокруг шара, также заглушая двигатели. Много где играл, но чтобы играть в воздухе, такого ни разу нигде не было. Впечатления просто вообще незабываемые. Все просто супер. Игорь, пилот вообще отменный. Вот этот полет, он, конечно, запомнится, потому что он был очень необычный. Во-первых, и пилотировать было совершенно по-другому, да, необходимо. Ну и сами эмоции, конечно. Надеемся, что в будущем этот концерт будет не единственным, и в будущем мы забацаем еще обязательно рок в воздухе. Юлия Алеева, Телевизионная служба новостей. КОНЕЦ